Аплодисменты Спасибо, спасибо большое, спасибо. После таких страстных поздравлений, так хочется сказать, люблю тереть слюги ордена, как говорит господин Александр Иванович. Наш праздник продолжается, и его продолжают Оксана и Максим. Встречайте. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо, хорошего. Спасибо вам. Спасибо. Ну, дайте мне три месяца, я из нее сделаю герцогин. Ее примут в любом посольстве, на любом уровне. Я даже мог бы ее устроить в самый престижный магазин, где, надо говорить, совершенно безукорежно. Вы знаете, я сам занимаюсь индийским идеалемом. Правда? Скажите, а вы не знаете интереса полковника Пики? Да есть полковник Пики. Что? А вы кто? Я Генри Хиггинс. Я специально приехал из Индии, чтобы встретиться с вами. Черт меня раздею, я собираюсь ехать в Индию, чтобы увидеться с вами. Где уже? Поинфострит, 27 октября, завтра вечером у себя. Я остановился в отдельном доме. Ходемте ко мне. Мы еще успеем, за лучшую нас берегу. С удовольствием. Кусите, цветочки, добрый же тебе. А то мне за квартиру платить не ещет. Ах, был гунь, и вы только что здесь сказали, что можете разменять полкроны. Сердце у вас камерное, он же что. История Светланы Колгановой для меня лично, это история из Андеровской сказки. Помните, когда гадкий утенок стал прекрасным лебедем? Признаться, когда я впервые увидел ее в сказках, худенькую, нефактурную, а вы прекрасно понимаете, что внешность для актрисы, это как ум для мужчины. Без него актриса зачастую не актриса. И мне стало страшно за эту хрупкую юную женщину. И в то же время мне было очень любопытно, сможет ли она, раздвинув хрупкими плечами авторитеты театральной сцены в Ставрополе, а театр знаменит, один из лучших провинций, все-таки пробиться. Наверное, это слово отчасти вульгарно, пробиться. И тем не менее, мир сцены такой блестящий, такой узорный, очень жестокий мир сцены, где талант превыше ума, красоты, правды, правды театральной жизни. И слава богу, аксиома эта оказалась и на этот раз чрезвычайно важна, точна и, главное, уместна. Вот на ее примере все-таки можно подпитываться от правды жизни. Маленькая хрупкая девочка, сейчас уже мать прекрасного малыша, который разделил вместе с ней всю славу этого бенефиса. Наверное, вот на таких женщинах, на таких личностях в основном и держится русская провинциальная сцена. Я бы вообще не говорила о нашем театре как о провинциальном, потому что, ну даже из того небольшого опыта, который у меня существует, мне кажется, что наш театр вот в данной ситуации весьма высокого уровня, и так говорят не только наши зрители, так говорят критики московские, профессионального уровня. Здесь великолепная атмосфера, здесь руководитель, который владеет такой школой, которой, пожалуй, не владеют и многие московские режиссеры. По крайней мере, я точно знаю, что мне безумно повезло, что я попала именно сюда, и именно сейчас, именно в руки вот этого человека, который так доверяет, который является для меня таким авторитетом. Единственное, чего мне здесь не хватает, это немного общения профессионального, то есть гастролей, может быть, какого-то такого общения, ну, немножко мы в собственном соку варимся. Как мне говорил в свое время Алексей Александрович, наш художественный руководитель, он сказал, что ты актриса, которая близка этому театру по духу. И это нужно беречь. Так вот, мне кажется, что вот тот мир, который я там в себе ношу, он, может быть, в другом театре бы и не пригодился. Потому что мне пришлось бы, наверное, играть какие-то совсем другие роли. В силу того, что другие героини бывают в театрах, как правило. Здесь большую роль сыграло то, что вот много сказок. Я себя готовила к тому, что я буду характерные роли играть. Роли девочек-подростков. А вот репертуар, который сейчас мне предоставляет театр, возможность играть, это была мечта, которую я могла сама себе высказать слух только в подушку, что называется. Мне кажется, что в этой роли мне есть что сказать. И мне кажется, что во мне есть какие-то такие качества, которые есть в Элизе. По крайней мере, это роль мечта, о которой я мечтала. Очень конкретно именно о ней мечтала. Именно потому, что вот тема мне интересна и близка, которая есть в этом спектакле. Здравствуйте, миссис Хиггинс. Мистер Хиггинс передал мне ваше приглашение. Да-да, я очень рада вас видеть, мистер Хиггинс. Здравствуйте, мистер Хиггинс. Если не ошибаюсь, полковник Пикерин. Мы где-то уже с вами встречались, мистер Хиггинс. Я помню ваши глаза. Здравствуйте. Моя дочь Клара. Здравствуйте. Здравствуйте. Мой сын Фрэнс. Я уже вел счастье. Здравствуйте. Вспомню. Вот нелёгкое притащила. Я не умоляю, поставь на место разоблёшь. Как вы думаете, будет сегодня дождь? Незначительная облачность, наблюдавшаяся в западной части британских островов, постепенно распространится и на восточные районы. Судя по барометру, существенных перемен в состоянии атмосферы не предвидится. Очень смешно. Молодой человек, а что здесь смешно? Держу пари, я всё сказала как надо. Восхитительно. Надеюсь. Надеюсь, в этом году не будет резкого похолодания. Кругом столько случаев инфлюэнс, а наша семья так подвержена ей. Каждую весну все заболевали. Тётка, у меня померла. Ты кто же сказали от инфлюэнс? А моё такое мнение. Пришили, старуха. Пришил? Ах ты. Боже ж ты мой, ну с чего бы ей помирать от инфлюэнс? Да она в прошлом году дифтеритом болела. И то, как с гуся вода. Она аж синяя стала, я своими глазами видела. Ну всё, думали, ей крышка. А мой папаша, возьми ложку, да начни ей в глотку джинлить. Так она мигом очухалась и пол ложки откусила. Вот. Скажите на миг, чего бы такой здоровенной тётке помирать от инфлюэнс? А где её новая соломенная шляпка? Что должна была достаться мне? Стибрили. Вот я и говорю, что шляпку стибрил, то ты тётку пришил. Простите, а что это значит? Пришил. О, вы знаете, это очень модное светское выражение. Пришить значит убить человека. Неужели вы в самом деле полагаете, что вашу тётушку убили? Велико дело! Да эта публика могла приступить человека за шляпную булавку, не то что за целую шляпку. И всё-таки вашему отцу не следовало вливать ей в горло алкоголь. Вот это действительно могло убить её. Кого? Её? Да для неё джинь, что материнское молоко для владенца. Моему ли папаше не знать, что за штука этот джинь. Он на своём веку немало за галку залил. Вы и хотите сказать, что ваш отец много пил? Пил! Локал без перебышки! Чёрт бы его подрал! Как бы должно быть страдать! Нисколько! Как я замечала, это ему только на пользу шло. Он когда выпивший, куда лучше становится. Вот сидит он без работы, а мать ему даёт четыре пенсии, велит домой не приходить, пока он не напьётся. Потому что тогда он весёлый и ласковый. Многим женщинам приходится своих мужей поить. Потому как пока они не выпивши, не мишить я нет. Тут ведь какой переплёт получается? Вот, к примеру, человек совесть имеет. Так трезвого! Она его уж как заедает! И он от этого на стенку лезет. А долбалёт стаканчик другой! Горя, как не бывало! Молодой человек, а вы чё всё время в жопе? Так эти... Эти модные светские брожения! Да чего же они у вас здорово получаются? Ну! Вот эти! А если здорово, то чего зубы скалят? Разве я сказала, чего не следует? Нет, нет, что вы мне сделали? Слава тебе, господи! Я ведь что говорю? Простите! Мне пора уходить! Мне было так приятно познакомиться с вами! До свидания! До свидания, мисс Дужин! До свидания, полковник Питер! До свидания, мисс Дужин! До свидания, профессор Хигин! И вам ходить! И вам ходить! До свидания! Мисс Дульфов, вы пойдёте через парк? Позвольте я! Чего? Пешком топать? К чертям собачьим! Я в такси еду! Мне кажется, что судьба её героини очень похожа! Алёнушка, Золушка, Лиза в Пигмалионе, в Чао она играла тоже роль! Они все молодые, и у них вот такая интересная судьба, они все похожи, их судьба, вот её героинь! И всегда кто-то в них влюбляется, всегда у них какая-то интересная история случается! И мне кажется, есть связь между ними всеми, потому что, например, Пигмалион, вот и Золушка, Алёнушка, там в Пигмалионе только, конечно, более жизненная ситуация получилась, потому что Золушке под действием волшебной палочки она стала прекрасной принцессой! Ей фея помогла, и потом её полюбил прекрасный принц! А у Лизы, у неё и фея, и принц получились в одном человеке! Профессор вот этот, он сам её поднёс, сделал принцессой, и сам же её полюбил! И вот у неё все роли очень получаются, она как-то вживается в них! Может быть, у неё самой была похожая судьба, это, конечно, неизвестно! Она всегда живёт своей ролью и всегда улыбается! Каждому человеку всё хорошо! Она всегда рада и всегда в хорошем настроении на сцене! И хочется с ней поговорить о чём-то, пообщаться! Ну, как-то я просто её встретила в городе, у него было плохое настроение, ну, может, что-то случилось у человека, ты уже видишь, что это живой человек, у которого свои проблемы, может быть, какая-то неудача, и уже вот видно, что человек, нормальный, обыкновенный человек, но у него интересная профессия просто, и она хорошо с ней справляется, и интересно осмотреть спектакль с её участием! Но, к сожалению, я очень мало умею радоваться в жизни, очень редко ощущаю себя счастливой, пожалуй, никогда. Нет, вру. Вот когда я говорила эти слова со сцены в финале, то вот это был, пожалуй, миг счастья. Я очень часто загоняю себя в угол лишними страхами, может быть. Каждая роль — это огромный страх. Каждый спектакль — это страх. Очень многие поступки в жизни через страх. Ну, что поделать, так вот, так как-то сложилось. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон» 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 Было ты безобразным чудовищем! Злые чары Баба-Яги рассыпались! Дай мне руку, невеста суши! Не бывайте тому! Не бывайте! Ты не чистая сила! Не бывайте тому поверите! Что такое вообще способность любить? Это ведь ещё и какая-то определённая организация души. И если душа мертва, черства, груба, то, наверное, и любить человек способен по-другому. Может быть, и потребности в любви такой нет, сильной. А чем она тоньше, тем больше жажда любить, мне кажется, такая связь есть. Ну, вероятно, вот как в детстве у каждой девочки возникает идеал какой-то вот в фантазиях. Я так думаю, что я этот идеал сохранила до сих пор. И я вот мужчин, которые возникают рядом в моей жизни, к этому идеалу стараюсь приблизить. И я так полагаю, что мне это удаётся. Но ведь мы люди, мы не можем быть идеалами. Поэтому вот какая-то такая ностальгия по этому идеалу остаётся, естественно, в жизни. И вот неубтворённость в этом смысле тоже. Я бы не сказала, что это сказка там, в которой я живу. Я всё же человек, и я живу в обществе, в мире. И мне кажется, даже вот имея принца рядом вот такого, я всё равно не перестану его ждать в будущем. Я хочу оставаться самой собой. Хочу, чтобы меня принимали такой, какая я есть. И любили такой, какая я есть. Но вот в последнее время стала задумываться над тем, чтобы не разрушать вот то впечатление, которое я произвожу со сцены. Чаще всего потому, что большинство моих зрителей дети. И волшебная сказка – это для них чудо, которое разрушать нельзя. Я хочу ей пожелать, чтобы она оставалась такой же молодой, как и сейчас. Вот. И чтоб её тоже так же любил принц. Значительно легче стало дышать, вот и всё, что нужно было решать. А всё-таки чем-то таким грешу, что не поддаётся карандашу. О, друзья мои, дышащие легко, почему вы опять от меня далеко? Даже здесь, в этой области неземной, вы опять не рядом со мной. И никто не знает, что мой дом летает, в нём орущие дети и плачущий пёс. Никто не знает, что мой дом летает, вот только бы ветер далеко не унёс. Вот так я пела, а ты кипал, а ветер на... Субтитры делал DimaTorzok